В Италии могут лишить прав водителей за разговор по телефону за рулем. Дорожная полиция Италии обратилась в Минтранс с просьбой принять закон о временном, но немедленном лишении водительских прав для тех, кто общается по мобильному телефону во время вождения. За последние годы на Аппеннинах, как, впрочем, и по всей Европе, резко возросло количество несчастных случаев, связанных с использованием гаджетов за рулем. Так, согласно последнему докладу «Безопасность на дорогах», подготовленному Ассоциацией TECRE, 90% ДТП вызвано вредными привычками, среди которых лидирующую позицию занимает злоупотребление мобильным телефоном с целью совершения звонка, написания СМС или размещения поста в социальных сетях. Минус. В Италии позаботились о пешеходах, уткнувшихся в свои смартфоны. До сегодняшнего дня к разговорам по мобильным телефонам итальянские власти относились довольно снисходительно. С 1993 года в стране действует запрет на использование гаджетов за рулем и предусмотрен штраф в размере 160 евро за его нарушение. Для сравнения, в большинстве европейских стран, в которых также действует подобный запрет, штрафные санкции варьируются от 8 евро, в Албании, до 230 евро, в Нидерландах. Руководство дорожной полиции Италии в лице главы этой структуры Санта Пучча убеждено, что такой подход не является эффективным, поскольку фактически позволяет автовладельцу, откупаясь, нарушать вновь и вновь. Для того, чтобы положить конец этой пагубной тенденции, Пучча накануне обратился к парламентариям и Министерству транспорта Италии, предложив внести важную поправку в Дорожный кодекс, в которой будет предусмотрено временное лишение водительских прав уже с первого нарушения для тех водителей, которые позволяют собевести автомобиль, держать телефон в руке. Он, фактически, предлагает последовать примеру Франции, где категорически воспрещается во время движения носить в ухе любое звуковое устройство, и Германии там запрещается держать сотовый телефон в руках при работающем двигателе. Шансы, что эта законодательная инициатива обретет реальную юридическую форму, весьма велики. Ее всецело поддержал представитель транспортной комиссии Нижней палаты итальянского парламента Алессандро Морелли, назвав ужесточение наказания для водителей, использующих за рулем смартфоны и планшеты, приоритетной задачей. Благодаря личным усилиям Морелли в минувшем году был серьезным образом пересмотрен Дорожный кодекс страны, в котором появлялся запрет на использование иностранных номеров на территории Италии, а также была введена серия новых штрафов для неплательщиков по автостраховкам. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ. В мире Европы Италии.